Доктор педагогических наук Доктор педагогических наук Очень это важно, потому что Вообще говоря, в образовании Один из главных методов, который Используется, этот культурно-исторический Метод, когда мы восстанавливаем Историю любого явления Которое мы изучаем Поэтому начать с этого Стоило бы Вот результаты голосования И как вы думаете Насколько они правдивы? Они правдивы частично Потому что вот этот основной выбор Что университет создан Министерством образования и науки Это неверно Университет очень много работает С министерством образования и науки Но не им он создан Император Времен царской России Нарком просвещения Ближе к истине, конечно, император Потому что император Создавал некоторые наши структурные Подразделения, которые теперь являются Часть университета Вот самое наше старое здание Знаете, как по Садовому проезжаешь Напротив театра кукол Театр кукол, знаете? Вот Напротив него такое желтое здание Спортиком Написано городской университет Это как раз университет Который когда-то создан Был императором Для того, чтобы учить Что нужно было в 19 веке Так востребовано в 1872 году Гувернеров Там был первый цикл подготовки гувернеров Это называется такой инновационный замкнутый цикл Почему так называется? Потому что там учили раз Там проживали два Там же было и общежитие И жили преподаватели и студенты И главное там был детский садик Где можно было тренироваться Собственно по своим воспитательным навыкам В какой-то степени можно сказать Что часть нашей истории Действительно связана с еще царской Россией Но все-таки самое главное Это Москва Мэр города Москвы Наш университет также государственный Потому что создан он государственными властями И появился основная его дата Все-таки по которой мы отчитываем нашу историю Можно перелеснуть что-то Ничего не работает в этом университете Значит Это 1995 год Вот этот человек на заднем плане Как вы думаете У какого здания он стоит здесь? У этого самого здания В котором мы с вами присутствуем 1995 год Мэр Москвы Юрий Лужков Принимает решение о создании нашего университета Почему он принял такое решение? Почему при наличии такого большого количества федеральных вузов Вдруг принимается Москвой Решение о создании своего университета? 90-е годы были очень сложными для нашей страны Я тогда Ну можно сказать Только начинал работать в школе Я это очень хорошо помню Тогда в Москве не хватало Это трудно даже сейчас это поверить 5 тысяч учителей Это представляете все равно Чтобы взять 50 школ и закрыть Вот как будто бы их нет Это очень большой кадровый дефицит И Москва думает Что же делать? Ну давайте создадим Наш институт педагогический Который позволит это сделать Но вот этот человек с микрофоном Которого вы видите на слайде Он сказал Ну нельзя создавать институт Ради решения кадровой потребности Он уже тогда понимал Что когда-то этот дефицит закончится Представляете Насколько прозорлив был этот человек Он говорит Давайте создадим не институт А университет Который будет работать На разные социальные нужды города Работа в сфере молодежной политики Психология, юриспруденция, экономика Администраторы префектур Ну в общем самые искусства Самые разные направления подготовки И это было решение правильно Мы единственный в стране Педагогический университет Который сразу был создан Не как институт А сразу как университет И вот сейчас мы только видим Что это решение действительно Было правильным А ректор-основатель нашего университета Виктор Васильевич Рябов Продолжает работать в нашем университете Он сейчас является президентом Нашего университета Мы говорим У нас есть свой президент Значит И вот когда вы будете к нам поступать Вы увидите На нашем сайте Там будет Значит По каждой программе Есть количество бюджетных Мест вне бюджетных И там будет ссылочка О том еще Как если вы поступили На вне бюджет Перевестись на бюджет Вот Виктор Васильевич Рябов У нас как раз занимается Большой такой комиссией Сотни заявок каждый год О переводе с вне бюджета На бюджет Это не всегда возможно Это там зависит от ряда обстоятельств Но такая работа В университете Тоже ведется Ну и конечно Любовь Петровна Пикезина Она тогда руководила Департаментом образования Москвы Тоже сейчас мы Тесно с ней работаем На сегодня Порядка 18 тысяч студентов Университета Уже более 80 тысяч выпускников Масса программ подготовки И самые разные уровни образования Самые разные уровни образования Вот самый младший возраст С которым мы начинаем работать Это просто детский садик У нас есть свой Небольшой детский садик Где тоже ходят Ребята и студенты С ними занимаются Ну и дополнительное образование Вот на этом слайде не написано Но мы тоже считаем Это очень важной Социальной программой Вы наверное слышали Это обучение пенсионеров Серебряный университет Так называемый Вот тоже к нам Можно приходить Вот кстати Если ваши бабушки Дедушки не ходят еще Но где-то так сказать Близко им это интересно Можете им порекомендовать Здесь масса всего интересного На этот счет Ну и в разных частях города В разных корпуса Более 42 зданий Они разбросаны В разных частях Плюс самарский филиал Если кто-то из вас Собирается уехать в Самару Это тоже возможно Мы там есть Но это единственный регион Где мы есть И мы не распространяем Филиальную сеть У нас нет цели Максимально заработать деньги На разных регионах Мы так туда не стремимся Нам главное качество Поэтому У нас был второй вопрос Чем отличается МГПУ От других педагогических вузов И там один из ответов Связан с качеством Я не знаю на самом деле Ответ сейчас вот тоже Ага Смотрите как интересно Интенсивная студенческая жизнь Мы на самом деле Вот этот день открытых дверей Специально этому посвятили У нас есть управление Молодежной политики Его руководитель вам расскажет Что это за жизнь такая интенсивная Студенческая Отдельное будет сообщение А вот смотрите Меньше всего набрал пункт Высокая зарплата выпускников Это не совсем правда Почему не совсем правда То есть нельзя сказать Совсем не правда Значит Но Не совсем правда Потому что Было такое исследование Несколько лет назад Называлось мониторинг Заработных плат Выпускников вузов Такое очень интересное исследование Они брали абсолютно Объективные данные Зная сколько налогов Заплатит Вот вы когда пойдете работать Вы будете налоги платить Из вашей заработной платы Часть денег будет уходить На ваше медицинское обеспечение На пенсию и так далее Эта сумма абсолютно известна государству И они брали Страховой номер выплат Ну по которым вы платите Эти налоги И сравнивали с дипломом И обратным счетом Ну то есть если знаете Что вы заплатили налогов Условно говоря 10 рублей То там зарплата Ну 100 например Можно обратным счетом Понять какая у вас была зарплата Так вот они сравнили По налоговым выплатам Зарплаты всех педагогических вузов И оказалось Что здесь действительно Мы лидеры Ну конечно это связано В первую очередь тем Что рынок трудоустройства Это столица А здесь достаточно высокие зарплаты И это не только какая-то наша заслуга Это просто специфика столицы Специфика Москвы Поэтому это не совсем так Для меня немножко удивительно Что высокие показатели по науке Заняли второе место Неужели вы правда читаете Эти самые научные статьи Как-то с ними знакомы Но у вас будет возможность Здесь с ними познакомиться Я покажу некоторые данные И самый высокий средний балл ЕГЭ Но начать я бы хотел Вот звучала эта программа Приоритет 2030 Это такая большая федеральная программа Где все вузы участвуют Каждый год нас там Экспертируют разные мониторинги Из министерства проходят Разные эксперты приезжают Которая собственно нацелена Чтобы развивать вуз Ежегодно мы получаем Более 100 миллионов В рамках этой программы Именно на развитие На совершенствование разных наших вещей И в этом году мы оказались Неожиданно для себя Оказались лидерами Среди других вузов Участников этой программы И вот если Один из показателей Этой программы Это как раз средний балл ЕГЭ Оказалось, что в 2019 году Это вот красная линия Это наше место в рейтинге Среди всех вузов А черная линия Это университет нефти и газа Для сравнения И некоторые журналисты написали Что учителя стали больше цениться Чем нефть Это такая Немножко шутка Но мы как-то по этому поводу Очень ободрились Ну и видно, что в 2019 году Некоторый перелом произошел Может быть действительно Технологические такие направления Стали более ценны Еще один рейтинг РАИКС Где мы неплохо выглядим А вот это вот Собственно публикации Действительно Университет, поскольку молодой У него не так много публикаций Должно было бы быть Но по сравнению с некоторыми Другими педагогическими вузами Которые вы видите на слайде Действительно оно у нас велико И самое главное Вот эта маленькая циферка Это так называемый индекс Хирша Вы узнаете, что это такое Обучаясь в нашем университете Для многих ученых Это очень важный показатель Коротко Это вот вы написали 10 статей Но только 5 из них процитировали 5 раз Это означает, что индекс Хирша у вас будет 5 Если вы написали 10 статей И все 10 не меньше 10 раз процитировали То есть какие-то 12, какие-то 14 раз То индекс Хирша у вас будет уже 10 То есть это продуктивность Насколько вас сильно читают Насколько нас сильно цитируют И вот другие ученые достаточно часто цитируют Наш университет, что нам нравится Интенсивная студенческая жизнь Как я сказал, будет отдельное сообщение Отдельный доклад Но важно и то, что есть специальный проект Вы, наверное, слышали такое слово стартап Хорошее, известное, древнее русское слово Да, то есть это небольшой предпринимательский проект Который, ну на самом деле предпринимательский Не обязательно в смысле там много денег заработать Это просто может быть социально значимый проект Который помогает кому-то решить какие-то проблемы И вот студенты в это вовлекаются Надо сказать, что там, как у нас говорят Достаточно сложная воронка Участвуя в этом проекте с первых курсов Надо, ну как бы, параллельно с учебой Иметь какую-то идею и стремиться ее воплотить в жизнь Вот задача этого проекта Познакомить студентов Кто подобные идеи воплощал в жизнь Кто уже что-то такое делал И вот встреча с такими людьми А также консультирование по разным инструментам Бизнес-планирование по разным подходам К тому, как создать бизнес-проект Как его реализовать Это все внутри проекта «Молоко» «Молоко», «Молодые команды» Так он расшифровывается Теперь еще одно голосование Оно для нас, может быть, очень важно В рамках этого года Потому что все прошлые годы В бакалавриате у нас есть такой курс Он называется «Великие книги» Почему он нам кажется важным? Потому что в школе вы все изучали литературу И вот я не знаю, как сейчас учат литературу Сам я преподаватель математики исходно Но мне все время казалось, что, знаете, вот Это похоже на такое выражение «голопом по Европам» То есть очень много разных книжек И не успеваешь что-то прочитать И это неправильно А именно в книгах мы обретаем себя Мы находим партнеров Мы находим близкие идеи Мы артикулируем наши ценности И все остальное Так вот, мы сделали такой проект «Великие книги» Чтобы поподробнее на каких-то книгах сосредоточиться И найти единомышленников через эти книги Целый год на втором курсе Первый-второй семестр у нас такой, значит, курс идет И мы с этими великими книгами разбираемся Но раньше мы делали это очень по-разному Потому что разные преподаватели Два десятка преподавателей Работает на этом курсе в разных институтах наших Это не только, конечно, для педагогов, для всех Вот И решили, что давайте-ка посмотрим А вот если попытаться среди всех книжек, которые мы читаем Найти наш культурный код Вот что нас больше Какие книжки нам более всего цепляют Более всего нравятся И такое голосование провели В нем участвовали тысячи наших студентов и преподавателей Чтобы на следующий год рекомендовать нашим студентам и преподавателям Именно на этих книжках сосредотачиваться Был сделан вот такой ресурс, интернет-ресурс Где, значит, было голосование Вот про каждую книжку Там была дана аннотация Значит, можно было обмениваться мнениями И потом выбрать, значит, за что голосовать И сейчас мы с вами сравним Вот те книжки, которые предпочитают наши студенты и преподаватели Как пересекаются с вами С вашими предпочтениями Находите вы или себя там Может так случиться, что та книжка, которой, ну, как бы наши ставят Там самое последнее место, да Для вас, оказывается, самое первое Это значит, что вы, наверное, нам не очень Ну или наоборот Или наоборот Если сейчас случится так, что она не очень место хорошее заняла Значит, у вас есть шанс принести в университет что-то новое Новый дух, новую мысль, новые перспективы Это тоже здорово Так Ну вот, смотрите, как получилось Значит, оказалось, что книжка номер один И среди наших студентов А, мы здесь взяли только показатели студентов И среди абитуриентов оказалось одно и то же Это 451 градус по Фаренгейту Рея Брэдбери Со второй позиции уже различия Ух ты, как здорово Вот я очень, честно говоря, жалел Что наши студенты Нет, маленький принц все равно близко У них третье место, у вас второе Это замечательно, что маленький принц Это шикарная, это кладезь мудрости И она теперь второе место Прекрасно Преступление и наказание, ну тоже близко Значит, у вас третье место А вот собачье сердце, которое на самом деле Вместе с преподавателями, оно у нас вышло на первое место У вас на четвертой позиции Ну, в общем, смотрите, достаточно близко Вы близки тем ожиданиям от чтения, которые испытывают наши студенты Оказалось, что это совсем близкая история Это здорово, наверное Еще один проект, который несколько лет назад возник в нашем университете Все, наверное, знают про различные эксперименты с оценкой Он пока не на всех направлениях подготовки присутствует Главным образом для юристов и всех, кто так или иначе связан с педагогическим образованием Это отдельное здание в нашем университете Где можно потренироваться и оценить, какие у вас педагогические навыки Как вы удерживаете аудиторию, как вы говорите Слышат ли вас, есть ли обратная связь Ну, в общем, по разным направлениям И те, у кого это получается лучше всего Они получают такой сертификат «Московский учитель» Это всегда более, ну скажем, интересные места для трудоустройства Поэтому туда студенты часто ездят Там разную оценку проходят Там, видите, вот левая нижняя картинка Это такое зеркало газела называется Это стекло, которое прозрачно в одну сторону И там сидят эксперты И, собственно, чтобы они вам не мешали в аудитории И они оценивают эти занятия Это возможность потренироваться на умение работать с аудиторией Это не только учителям важно Но потренироваться на умение работать с аудиторией И последние годы мы много уделяем внимания Чтобы там разные процессы автоматизировать Все вас слышали про искусственный интеллект Про анализ разных, так сказать, текстов С помощью искусственного интеллекта И мы тоже тренируем автоматические системы анализа Вот так примерно это происходит в аудитории То есть система фиксирует эмоциональный фон И видит, какие эмоции студенты испытывают И преподавателя тоже она может оценить Это не означает, что за вами будет тотальный контроль Нам этого не нужно Это в первую очередь нужно для того, чтобы натренироваться Хорошо вести занятия, всех удерживать Честно говоря, мне самому Вот представьте, раньше мы это делали в режиме реального времени Веду я занятия, помните, когда ковид был Все, значит, мы с вами через Teams, через другие системы учились И я веду занятия, мне машина пишет 20% студентов переключили окно и не смотрят И ты точно думаешь, что делать? Я что-то не то, как их стимулировать и так далее Это сложная история, но очень важная для того, чтобы научиться тренировать Научиться работать с аудиторией Вот как сейчас происходило, это прямо сейчас Вот слева внизу, это вы Вот эта камера, она записывала все, что, так сказать, происходило Вот идет идентификация эмоций Нижний график, это по времени Вот справа, видите, это по времени И вот где-то на 12.31, вон видите внизу Я вышел, значит, вы там как-то ободрились И потом спад пошел Это я так скучно уже Потом временами так немножко ободрялись еще раз А до 12.31, это, так сказать, ну там ролики эти шли Вы, так сказать, ждали Когда это скорее всего закончится А вверху это самое интересное Вот это красное, это злость Вот 12.28, видите уже Ну что они там, ну не начинают там, да Значит, 12.28 А зелененькое, это счастье Ничего у вас счастье сейчас 12.43 Вы что такие счастливые-то? Вот Синенькое, это нейтральность Но в то же время нейтральность растет Кто-то уже так думает Да, не буду я сюда поступать уже Но существенно меньше злости То есть она все равно у кого-то присутствует У кого-то зуб болит У кого-то поругался Значит, это всегда будет Но что это дает преподавателю? Это дает возможность понять На какие задачки, как реагируют студенты И как он должен дальше выстраивать взаимодействие Чтобы эти задачи были наиболее как бы эффективны Научиться удерживать аудиторию и так далее Поэтому в этом направлении мы работаем Мы надеемся, что вы когда будете у нас учиться Вы тоже про это будете писать работы Анализировать Дальше работать в разных там компаниях Которые связаны с автоматизированным обучением С использованием систем искусственного интеллекта При генерации текста У нас там тоже в этом направлении многое происходит Но с этим уже подробно можно познакомиться Только обучаясь в университете Желаю вам успешной компании Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!